Все дороги сегодня ведут в Полоцк. Здесь, на Кургане Бессмертия, открывают парк военной техники. Среди участников – представители Министерства обороны. Ведомство передало городу 17 единиц техники для обустройства нового памятного места. Тем самым продолжило добрую традицию, начатую несколько лет назад – создавать памятники героям войны с установкой боевых машин. В числе почетных гостей – сами жители города. Ведь инициатива разбить парк под открытым небом – их. Это военная площадка. Она, идея, родилась больше года назад. Мы долго обсуждали, как ее создать, как деньги найти. Мы обратились к палачанам, привели субботник, люди откликнулись. До этого мы привели в порядок нижнюю часть парка, аллею героев наших палачан. Сейчас взяли за верхнюю. Вы знаете, я считаю, получился достойный подарок. Будет одна из визитных карточек нашего города. Это, так сказать, назидание память, что наша страна находится под надежной защитой. Символично место обустройства парка. Курган бессмертия создан горожанами в память о героях Великой Отечественной войны. При освобождении Полочина от немецко-фашистских захватчиков погибло около 200 тысяч защитников Отечества. О том, что теперь и парк военной техники будет напоминанием о героическом подвиге поколения победителей, говорят на церемонии открытия все. А еще об уникальности каждого экспоната. Здесь не просто набор техники, какая вот попалась. Здесь та техника, которая в свое время стояла на вооружении воинских частей Полоцкого гарнизона, которые в свое время дислоцировались здесь. И вот она теперь заняла это место в этом прекрасном парке, который действительно стал еще таким красивым местом, изюминкой, прежде всего палачам, подарком жителям Полоцкой. Прежде всего это же в Полоцке год юбилейный, 1160 лет, один из самых древних наших городов в Республике Беларусь, год исторической памяти. Я убежден, что это место будет именно символизировать воинскую доблесть и славу. Это место будет напоминать преемственность в поколении нынешних защитников Отечества и прошлых защитников Отечества. МИГ-29, ЗИЛ-131, ракетный комплекс «Точка-У». Всего 17 экспонатов и каждый со своей историей. Узнать ее, а также технические характеристики боевых машин, можно на стендах с QR-кодами, установленными рядом. Центральное место отведено макету танка Т-72. С его презентации и началась церемония открытия парка. Не случайно танк в центре экспозиции. В годы Великой Отечественной войны танковые войска сыграли важную роль в разгроме врага. Боевые традиции продолжает нынешнее поколение воинов-танкистов. 11 сентября они отмечают профессиональный праздник, преемственность поколений и в закладке капсулы времени. Послание потомкам писали всем городам. Право же отправить его на хранение предоставили ветеранам Великой Отечественной войны. Капсулу заложить! Считаю, что молодежь, которая особенно в школах учится, в институтах, надо так воспитывать себя, такой патриотизм, чтобы в случае необходимости отдать все, в том числе даже жизнь свою, и гордиться тем, что служил в армии, что защищал Родину. Вот это надо в себе, патриотизм воспитывать. Не обязательно в бою, в труде, в учебе, везде. Надо так постоянно помнить, что ты гражданин своей страны, что ты защитник Родины, что ты трудящийся, что ты патриот Родины. Прочесть письмо палачане смогут в мае 2045-го, аккурат в столетие Великой Победы. К этому времени парк военной техники обязательно пополнится новыми экспонатами. Ведь жители Полочины нацелены продолжить работу по увековещению памяти, начатую прошлыми поколениями, а еще внести свой вклад в сохранение исторической правды. Но она в ракурсе.